Огромный танк, но с душой ЛТшки. Это Лоррейн 40 тонн, у которого отличная подвижность и приятное орудие, при этом отсутствует броня как явление. Танк многострадальный, его много раз нерфили, и теперь у него боевой рейтинг 7,7. Как он себя чувствует в текущих реалиях рандома, нам с вами сегодня предстоит выяснить и попробуем на нем что-нибудь интересное навоевать. И надеюсь, что вам не покажут вот этот вот самый неприятный жест. Погнали! Народы, вы же не только Тундру у меня смотрите, но и сами катаете в разные игры. Чтобы получить новинки или просто то, во что хотели поиграть по самым выгодным ценам, воспользуйтесь сервисом КупиКод. С помощью него можно пополнить баланс Steam с самой низкой комиссии и купить любую игру в два клика. Ну или если лень морочиться со Steam, то КупиКод полностью повторяет зимнюю распродажу Steam и можно будет получить игры с топовыми скидками на свой аккаунт и не париться, даже те, что недоступны в РФ. А если воспользуетесь моим промокодом, то получите снижение комиссии на пополнение на 2% и скидку в 10% на покупку штифтов, а такого предложения больше нигде не найти. Баланс можно пополнить любого региона, не только РУ и тоже по самым выгодным ценам. И еще, для любителей подарков КупиКод в честь распродажи разыгрывает различные геймерские призы. Не пропустите и переходите на КупиКод, чтобы катать во все новинки в Steam, как раньше. Так, какой-то непонятный темный бой, не ночной, но облачный очень, с освещением, при котором ничего не видно. И мы на Лорейне отправляемся... Ой, чифты на Марк 5, мы попали прям в такую жопу... Тяжело будет. Ладно, поехали куда-нибудь за точку А. Ммм, так как мы, по сути, ЛТшка-переросток, еще и с перезарядкой в 4 секунды, то нам стрелять только по бортам. Да и вот опять же, раньше у Лорейна была пушка вот эта 100-мм, тут 270 пробития. И 4 секунды перезарядки, как я и сказал, хорошая баллистика, это было все вау, но... Прошло 4 года с того момента, как я на нем играл последний раз, наверное, или около того. Тогда просто не было половины танков, которые присутствуют в этом бою, или если не больше, их части. И пробить многие из них для нас теперь проблема. Раньше что, встречаешь из 3 и из 4 с ними тяжело, а теперь, блин, даже представить, боюсь, сколько там техники, которую мы нормально не убиваем. Ну, может быть, я не прав. С этим мы разберемся, я думаю. Максималка 60. Немножечко ее вот бы побольше. Так и хочется его толкать сзади, начать. Потому что вроде он прет как танк, потому что он и есть танк, а танк прет как танк. И быстро у него все получается динамика, мое почтение. Но, блин. Именно максималка здесь немного подкачала. Неизвестно, стоит ли здесь ждать кого-то. Леопард и ТПС-ка 90-е, БМП-ха. Вот всего этого не было, блин, практически в игре. Вон, передо мной танк. А где его искать? Вот здесь вот стоит его искать? Нет. А вот здесь? Он встал за здание и стоять будет до скончания времен. А, нет, не встал. Просто еле-еле крадется по краю карты. Еще дальше, чем я. Так. Ну. Бывает. Надеюсь, еще одного такого здесь нет. Ни хрена не видно вообще просто. Потому что то ли туман, то ли темнота сплошная. И все. Не пробил. В НЛД попал под таким наклоном, разумеется, никак. Жаль, разведки нет. Вот ее очень сильно не хватает. А, ну и после этого я умру, судя по всему. Потому что что делать с 50 пятками у меня нет вообще ни малейшего понятия. Как их пробивать? Вы понимаете, что мы на Лорейне играем против Т-55 АМД со стабилизатором и на ломах? Это. Что вообще? Как? Как с ними воевать? Чем? Я не знаю, что делать на Лорейне. Это какой-то пранк просто. М-да. Берем дублер. То есть, основная проблема, что им даже целиться-то по тебе как по-таковому не надо. Ты огромный, а у них у всех стабы, а у тебя стабилизатора нет. И пробить ты их не можешь. Самое главное, в лоб я его пробиваю. Там едва-едва в лоб башни. АМ-ку, наверное, не пробиваю, потому что у нее лоб башни усиленный. И что мне с ним делать тогда? Как мне его объезжать? Они ездят примерно с такой же скоростью. Тяжело. Посмотрим сейчас дальше, как бои пойдут. Но пока что ощущается, как что-то несправедливое, что у него боевой рейтинг 7.7. Но, это опять же, наверное, просто надо научиться на нем объезжать в борта. Так, чтобы противник не ожидал. И тогда с перезарядкой в 4 секунды 100 миллиметровка, наверное, превосходно уничтожает врага. Я думаю, что вот это может быть правдой. У них вся команда сдохла. Как они так умудрились все быстро? У нас вся команда по чуть-чуть поковыряла, а они 1-2 респовые. У них никто больше двух раз не появился. Удивительные, конечно, игроки. Это, наверное, люди, которые купили как раз АМДхи вот эти. И просто одним респом на них играют. Ну, это печально. А где? Их даже не видно. Он там за холмом и... Это бесполезно. Поехали ближе, подъедем в этом бою. Все равно уже все опять решено и сыграно. Странный бой. Тебе что-то объехал. Убил, умер. И бой кончился. Типа сколько? Пять минут прошло от боя. А он уже, в общем-то, все. По сути. Только дождаться, когда очки дотикают. Их тут много, кстати, на базе. Да, конечно. Дадут тебе фраг сделать. Фраги не дают. Фраги берут. А, понял. Откуда? Да, понятия не имею. У них где-то вон. Вот. Ну вот. Ну вот. Вот. Вот здесь вот танк теперь еще. Ой, боже мой. Вот здесь. И вот здесь вот они ездят. Понятно. Поехали в следующий бой. Это отвратительный кусок говна. И по погоде, и по результату для меня лично. И по ощущению от Лоррейна. Так, давайте на этот раз попробуем пойти в город. А, тут на точке А будет основной махач. Но, наверное, здесь тоже тогда будет целая толпа врагов. Обидно. Я думал три точки, а... Как-то поздно посмотрел на карту. Ну ладно. Здесь тоже выгодно появляться для нас. Можем что-нибудь попробовать. Сейчас будет сообразить. Меня волнует та ситуация, что... Ну, на Лоррейне как-то нормально не объедешь. А в лоб сейчас, вон, сплошные 55-ки будут, да? Опять АМДшки. То есть мы опять играем внизу списка на 8,7. И я думаю, что это будет постоянно. Потому что 8,3 и 8,7 это очень популярные боевые рейтинги, где много техники. И если раньше Лоррейн чаще попадал в топ, то теперь он перестал это делать. И я думаю, что мы не увидим боев на 7,7. Потому что 7,7 боев больше не существует как явление. Ну вот. Существует как бы 6,7. И может быть еще 7,0. И на этом все. Я буду наглым, как бабка с 5-литровой канистрой на доливе газировки в Бургер Кинге. Прям вот сюда вот вкачу. И попробую кого-нибудь отстрелить. Вот кто слева есть. Я видел какие-то выстрелы? Да. Да. Ну это вот тайминги. Я приехал, и в этот момент он исчез. Все. На этом. На этом можно заканчивать разговор. Ой, да ладно-ка. Это Райс, что ли? По-моему, это М-60 Райс. Не пробил. Это ранее была, напоминаю, одна из самых мощных пушек игровых. А теперь... А теперь... А теперь можно говна поесть с ней. А, я его убил. И БМП из города приехала. Тут неудивительно, на самом деле, надо было раньше развернуться. Забавно получилось, что я ее тоже убил. Я вот этого вот вообще не ожидал. М-да. Стрелять надо... Сильно точнее, чем раньше. Даже М-60 становится... Большой проблемой. Хотя, казалось бы, М-60 самый незащищенный, просто бессмысленный танк этого боевого рейтинга. Ну ладно, не бессмысленный. На самом деле, Райзы играбельные. Вот люди на них как-то... Внимания не обратили. И, в принципе, наверное, правильно. Потому что этих М-60, М-48 в игре просто как грязи. Вот. А, наверное, просто утомились уже от одних и тех же танков. Там динамическая защита, прогрессии никакой особо не появляется дополнительной. А они, на самом деле, нормально играются. На своем БРе. Ну, более-менее понятно. Я... Сравниваю вот сейчас с ощущением от Лоррейна, который, блин, внизу списка себя... Показывает как-то вот так. А... Пу-пу-пу. Вся команда у них еще есть. Я думаю, что в городе они еще есть. Их не может не быть в городе. Но это очень было бы странно, если бы они просто кинули все это. С вертолетами постоянно играем. Тоже ничего хорошего. Ну... Их здесь как-то ждать специально... Довольно бессмысленно. У меня здесь танк какой-то, судя по всему. Я не понимаю, что за танк, но... А где? Это... Вражеский же танк? Да, это был вражеский М60-ый или что-то типа того. Шведское СТРВ, ее пробить невозможно. Я, блин, просто смотрю на каждый танк, который встречаю, и понимаю, что я не могу его пробить. Это что за пранк такой? А-а-а. Вот такой урон. Ясно. Мардер меня тут встречает теперь. А-а-а. Это все пробивается здесь. А давай не надо. А где он? Э-э-э. Не понял. Чё-то жить тяжело стало резко. А он вниз свалился и встал там от башни танковать, да? Ну, видимо, так. Я, причем, даже высунуться посмотреть не могу, где он. А-а-а. А-а-а. А-а-а, ну, блин, и чё, и чё мне делать? Он там 20-ти миллиметровкой стоит своей, смотрит и всё. Я ему не могу урон нанести. СТРВ-ху убили. Помощь уничтожения и зафармили. Отлично. Как бы теперь переиграть Мардера? Интересно мне. Да-да-да, по-моему, ещё и оттуда кидают. Как бы я тут между двух огней. Он отвлёкся вроде на Мардере своём. А как мне его... Ого. Ну, хотя бы наводчик. Я хотя бы позицию могу поменять, попробовать. Только я почему-то не еду совершенно. Хотя я вроде двигатель починил, но он при этом вообще отказывается совершать манёвр. Манёвр движения. Ну, Центуриона не пробить с дистанции. Вообще никого не пробить с дистанции. Ура. Просто АВ. Радиатор, топливный бак. Сейчас у меня ещё кончатся снаряды в боекомплекте. В первой очереди. Так, этого я не могу выстрелить никак по нему. Тут слишком... Обидно. А, всё, боеукладка кончилась. А пополнение боеукладки, ну... Скажем так, занимает немного больше времени, чем нужно для счастливой жизни. Ну, вот и всё. Стоим, пердим. Три фрага, ладно. Наныл три фрага. Теперь надо как-то перезарядиться. А, он через эту штуку может разве простреливать? Это как, интересно мне? Самое смешное, что мы побеждаем, причём как-то вот даже без особого боя уже. А чё я чинил, у меня ничего не изменилось. Просто не пополняется боекомплект, и всё. А, понятно. Ладно, когда-нибудь спустя полчаса закинется ещё один снаряд. В этом как бы проблема. Если раньше это был барабан, и он перезаряжался весь за это время, то теперь один снарядик. Стрелял семь снарядов, и всё, на этом. Давайте умрём уже. А, я тонканул ПТУР. Ого. Козёмная часть. Вот это я его, конечно, наказал. За жизнь, за честь и за отвагу. О, вертолёты. По мне и стреляет, наверное. О, попадание. Это отлично. И его сбили. Эй. Так, ну чё, как? Ждём пополнения боевых ладки. Капец, я заряжаюсь минуту, мне кажется. Один снаряд. Сплошняк. Не 122-миллиметровый каморник. Ясно. Ладно, идём в следующий бой. Это просто какой-то цирк, эти два боя. Кое-как выстрадали три фрага. Ну, пойдём дальше. Так, огромные поля полей. Поля Польши зимние. Ну, никто не сомневался, что мы будем в самой жопе списка. Как всегда, турмы третьи. Вот эти вот стабилизированные танки на ломах. И тд. Тп. Встретим обязательно. Давайте на точку Б, наверное, двигаться. Я думаю, что только в городе мы сможем хоть как-то пожить. Но, в общем и целом, я думаю, что Лоррейн уже понятно изначально. Всё, теперь по уровню боёв, в которые он попадает, что он теперь мёртв. Ну, Лоррейн когда-то был весёлым. Теперь, думаю, что он гораздо реже теперь будет весёлым. Просто потому, что стало гораздо больше техники, которую ты нормально не пробиваешь. Надо выцеливать. А на Лоррейне выцеливать это смерти подобно. И в принципе то, что ты постоянно воюешь против стабилизированных танков вообще другой эпохи совершенно. Это не было бы проблемой, если ты встречаешь один, два, три таких танков в бою. Но они все практически такие. Типа Т-55 АМД. У которых ещё и по совокупности характеристик всё это есть. У него там и каморник, или лом, который тебя ваншотит, или около того. У него и броня, которую ты не пробиваешь в лоб никак нормально. И у него же есть ещё и стабилизатор. То есть он ещё и выстрелит быстрее, чем ты. И едет-то не сильно медленнее, чем ты. И ни одного преимущества Лоррейна практически на этом БРе не остаётся. А вот заметьте, три из трёх боёв мы внизу списка. Прям не просто внизу там на 8.0, а прям в жопе в самой. Поэтому я думаю, что это может быть, конечно, не везение. Но я думаю, что это скорее практика. Я уже объяснял почему. Потому что сейчас основные БРы сместились на 8.3, 8.7 и 8.0, как минимум. Либо уже 6.7 и 7.0. А 7.7, 7.3 не играются сами по себе. Они вот куда-то докидываются. И в основном докидываются, разумеется, вниз. Поэтому как-то так. Вот заметьте, я еду так же, как все остальные. Вот турн третий нифига не отстаёт. Или там вон остальная техника, которая тут есть. Так, я вот сюда вот заверну. Я присосался к водопроводной трубе. Спасибо, Пизон. Здесь какой-то танк. Трун третий решил просто его проигнорировать, что ли? Слава богу, что хотя бы против нас есть много... В том числе и БМП. Они опасные, но их хотя бы убить можно. Ну, более-менее как-то прогнозируемо. Там, по-моему, есть ещё один. Хотя... А, турн третий его вслатал, по ощущениям. Который туда вон свалил. Здесь всё. Ну вот, у турма третьего тут есть кто-то. Не знаю, будет ли он выезжать на турму третьего. Сейчас посмотрим на результат этой баталии. Мне, опять же, здесь, ну... Первой скрипкой бессмысленно пытаться играть. А я не понимаю, где он. Он вообще есть? Вроде уже тут и нет никого. То есть на БМП, получается, всё. Победили, что ли? Угу. Ну ладно. Сделаем вид, что мы здесь победили. И поедем далее. Потому что, если это неправда, мы сейчас, конечно, подставляемся знатно. Ну... Да и пофиг. Поехали на респ. На вражеский. А, они тут вон... По полям. По полям. Синий трактор едет к нам. Надо посмотреть. Не для желающих действительно тут... Устроить пересечение этой местности. Этот-то всё. Приехал. Ну... Он надеялся на свою броню. Даже если она у него и есть, то... Вот настолько безрассудный поступок против всей нашей команды. Иначе, мне кажется, окончиться, к сожалению, не мог для него. Или к счастью. А наши удерживают. Приятненько. Здесь всё ещё... Никого и никак. Так. А здесь всё тоже в холмах. Они же всё изрыли. Опять вертолёты. От вертолётов тоже как бы не скрыться. Дымов нет. Ничего нет. Это очень сложно сказать, есть ли тут враги. Потому что это сплошное перекопанное поле. Наверное, они там есть. Ну... Но тут вот холм, он мне мешает... Стрелять по... Точке. Значит, не будем стрелять по точке. Будем ждать просто появления... Кого-нибудь на респауне. Как раз у нас, я так понимаю, довольно... Неплохая позиция для того, чтобы их обстреливать. Опять какой-то очень унылый и душный бой для нас. Ого. Это тут вертолёт по кому-то откидывает. Но он слишком высоко. У нас уже качающаяся башня. А, ну можно попробовать. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это я понимаю. Вот это да. Минус Ми-4 АВ. Даже как бы... Не каким-то там ломом с мега-чудо-гиперпробитием. А вполне себе... Маленьким, обыкновенным 100-мм снарядом просто отрубил ему хвост. Такой... И всё. Ну, тут я полагаю, мы Точку Б можем Потерять Кто это? Его не видно То есть его вот из бинокля видно? Я могу стрелять из бинокля по нему, а не из бинокля Не могу Ага, и оно умерло Все равно Ну, я думаю, с этого респауна больше никто Появляться не будет, это Тайп 69 был Я бы его все равно не пробил Остается только Контролировать, наверное, точку Б Потому что они с А приедут, значит В большом количестве Ну, заметьте, захват зоны Чуть-чуть поучаствовали, самолет Вертолетович сбили Наземку грохнули Пусть и одну, но каких-то результатов Лорейн все-таки добивается Норм Надо куда-нибудь сюда ближе подъезжать И попробовать Че он какой медленный Кто-то там едет Вот надо Попробовать где-то здесь встать Чтобы перерезать Желающих К точке Б ехать Хотя Мне кажется, мы уже опоздали немного Потому что на Б как раз Мы сейчас ее потеряем Никого нет Потому что все наши уехали Здесь тоже все Перекопано Ищи свящи врагам Будем слушать Ехать дальше В общем и целом Неразумно Это А, Леопард поехал Там прям респаун контролировать Наверное, правильно делает А я отсюда вообще Я просто не уверен, что я кого-то даже увижу Но Допустим А, на него авиация Хотела заходить, видимо Да, здесь опять все Перерыли Карту же переработали Поэтому Не особо видно чего-то То есть там кто-то, конечно, и есть Может быть, но Визуально Его Не обнаружить Мы только сам респаун Можем контролировать С этим Леопардом Этого достаточно, на самом деле Чтобы наши победили Я думаю Там врагов-то осталось немного Если они будут сейчас появляться Тут заново Покамон стрелял Понятно Зенитка Вон она где была уже Поехала с респавна дальше Ну Стоим, ждем Что-то какие-то странные бои на Лорейне Просто стоишь Едешь до позиции Оказывается, что на этой позиции Ты никого не можешь найти Или Просто уже союзники там все сделали Едешь на следующую Там стоишь Удивительно Танк Который раньше удивлял своей скоростью Вперед и скоростью назад Кстати говоря То есть Ему удобно менять позиции Превратился вот Вот в это вот Странненько Так Точка Б На удивление Все никак в наши руки не перейдет Хотя Что там Вроде Захватывать-то ее Ну нет Это же нужно Чтобы кто-то Именно приехал Кстати говоря Все уехали с контроля Вот этой точки И точку С В общем-то Тоже никто особо не смотрит То есть Все в общем и целом Нехорошо у нас Наводчик Заряжающий Ну Слава богу Он Решил Просто полностью Проигнорировать Попадание По себе Но Вот вам урон 100-мм мощнейшего снаряда В борт 55-ки Как-то вот Не задалось с уроном Еще раз Ну я ее не вижу просто Она там В низине Ее в любом случае Не увидишь Поэтому пока она Вперед не поедет И нет никакого смысла Этим заниматься Эх А я надеялся Было рядышком Так А как ты здесь оказался На 55-ке Я просто увидел Что у меня союзник Умер от 55-ки Но А как Как он здесь оказался Ладно Капец я слепой Я вообще не отдупляю Откуда они там берутся Командир двигатель Я умру Да А без урона Классик Заряжающий Без урона Потому что Хрен поймешь Куда стрелять Там за этой елкой И я остался без БК Забейте просто Как же это неудобно Эти 7 выстрелов И перезарядка По полминуты Как на ИСе втором Даже больше Мне кажется Ощущение Как будто На штрумтигре играю А ну Я не знаю Что сказать По этому поводу Мне кажется Лорейн 40 тонн Немного Грустит Когда вертолеты Его атакуют Но с этим Ничего не поделаешь Так Пойдем На точку А Дико не хватает Просто хотя бы Парочки дымов И Союзных зениток О Гепард появился Ну правда Толку От гепарда Здесь немного Он все равно Не может До этого Ми-4 Дотянуться Наши скидывают Точку Поэтому наверное Дублер-то я зря взял И кстати говоря Вот Правдами и неправдами А первое место команды Так-то На Лорейне То есть на нем Можно воевать Но просто Вон БМП Где-то стоит А где интересно Это ракета на автомат Или кто Мне кажется Все таки нет Где-то здесь у нас Как будто бы Вражеская бэха стоит Или что Происходит Да Ми-4 Дальше продолжает Гнобить наших Союзников Точка Короче Только что Была Захвачена И сразу же Судя по всему Мы сейчас Ее потеряем Почему я Не удивлен Не БМП Где-то Немножко В другом Месте Но как Ее Обнаружить И так сказать С ней Совладать Когда я В чистом поле С голой жопой Это вопрос Блин Хоть бы Какой-то Намек был Где они Вообще Есть Потому что Даже не знаешь Куда смотреть Ладно Б и С Кое-как Там Что-то Происходит Так На А он Зашел Я не уверен Что это БМП Их там Много было Может быть Это кто-то Другой Не знаю Ну попробуем Приехать Не Подвижность Все равно Приятная Как бы Вот Может она И не топовая На текущий момент Времени Но Она все равно Очень-очень Хороша Он решил Просто сбить Да А нет Он захватывает Ну У нас опять Все еще Две точки Поэтому Можно не париться На этот счет И спокойненько Продолжать Свое победоносное Шествие К точке Искать врага За глазами Своими Мне бы ближе Не подъезжать Чтоб просто Он меня не слышал Но Я все равно Его не могу Увидеть Никак Да и можно Стриспа Выхватить В любом случае Уже Так что Лучше я Немного Занаглею И где Да Там Сриспа Есть Что-то Конечно Но О-о-о И вот Что И как Его Пробить Мне 4 секунды Перезарядки Это конечно Очень круто Но есть Один нюанс Что я его Просто не пробиваю Казму Сломал Ну Я хотя бы Жив Остался Так Отдыхай Что Сделало Это БМП Ну вот Все Я У меня нет Плана Как убивать 55 То есть Стрелять Я могу По ней Сколько Душе Угодно Но Ну я Ничего Не могу Ей сделать У меня Бэйкомплект Кончился То есть Блин Тут даже Бессмысленно Стрелять По нему Это Обидно Ну БМП Я не знаю По кому Она Ну как бы Она по мне Пыталась Наверное Стрелять Она видела Наверное Какой-то Микрокрай Промазала Иптуром И Выстрелом И отправилась Закономерно После этого В ангар Это прям Очень странно То Что произошло Ну Хороший бой Для Лоррейна На удивление Сколько бы я тут Не ныл А смотрите Фраги Делаются Если объехать Там Как-то Пострелять По бортам То Вот и Урон Как бы Будет И пробитие И вся фигня Погнали В следующий бой Произошло Практически Невероятно Лоррейн Попал В топ Да-да Вы не ослышались Это произошло Действительно Такое Случается Так что Видите Зря Но На самом деле 150 очков Мы прям В топе списка И здесь Совершенно Другая Простите меня И будьте здоровы Совершенно Другая Картина Тут всякие 32-ки 28-ки 92-ки И же с ними Всякие Исы И тигры Королевские Вот это Это я понимаю Вот это Лоррейн Раньше прям Любил И ел И кайфовал По жизни И против них И подвижность Совершенно На другом Уровне Ощущается Потому что Больше тут Таких Практически Нет Танков Ну если Не брать В расчет Какую-нибудь Там Пуму Может быть Вражескую Вот типа Вот этой Наводчик Заряжающей Приводы Понятно К сожалению Она выжила Ну это Вот Минусы 100-мм Болванки С другой стороны 100-мм Раньше мне нравилось Прости сейчас Я бы не сказал Что она Отвратительная Каморник Все равно Не взвел Себя Пуму Поэтому Да Там Их очень Много Там Там Полным Полно Их Будет Я думаю Я не могу По нему Пострелять Даже если Б я очень Хотел Могут Справа Залезть К нам А ты А ты Тут Откуда Взялся Это Исян Третий Который Просто Отъезжает ВЛД Потому что Скос Подставил У Гвоздики Нет Углов Теоретически Это Артиллерия Накинута Мне это Не нравится Боюсь Что Отъеду От арты Придется Откатиться Углы У Лоррейна Не идеальные У нас Минус 8 Это Нормально Но А ты Кто Это ЗСУ 57-2 Была На удивление Я ее Ваншотнул Кстати В боекомплект Честно говоря Даже не верю Что так Произошло Так По гвоздике По итогу Не залетело Вон тут Пантера Вкусная Но По ней Не кинуть Меня Сковывает Гвоздика О Ягдтигор Ну повернись Бортом Я что так Не пробью Был бы Фердинанд Я бы его Как угодно И так И эдак Слушайте Он По моему Сюда Лезет Вообще Ого Покатился А Покатился Ты куда Отъеду Я Маленько Назад А то тут Опять Артиллерия Откинута Блин У нас опять Справа Враги Я не могу Выехать дальше Потому что Из-за этого Я умру Ну Слева Меня Увидит И Пристрелит За такие Наглые Маневры Господи Ух уж Эти пантеры Невидимки Которые стоят Там за холмом Их не видно А потом Они вдруг Появляются Она Она по мне Промазала Или Почему я Ну Выжил В этой Ситуации Так Гвоздику Нет Она кого-то Убила И не умерла Все еще И я не могу С ней ничего сделать Там вообще Двое их На удивление Пантеры Это Разумеется Мертва У меня Справа Кто-то Ладно У нас 20 с лишним Километров Час назад Можно Себе Позволить Разные Маневры Так Здесь его Не видно Он понизу Не стал Объезжать Ну Это было бы Логично А Так это Встань На починку Понял Это Опять Засул 57-2 Приехала А Понятно Вопросов Больше не имею Хотя Я Нажал На выстрел Но он Уже был Немного Запоздалым У нас Углов Вверх Очень мало Из Закачающейся Вашни Поэтому Надо Наверное Вот сюда Куда Куда Свалить К берегу Чтобы Я Мог Нормально Наводиться А у нас С той стороны Тоже Все погибли То есть Она Может Вот здесь Вот Выехать Что-то Я вообще Не понял Что там За выстрел Был Какой-то Но С другой С другой Сторон Мы уже Победили Они Могут Сколько Угодно Занимать Какие-то Ненужные Позиции Но Победа За нами Наводчик Приводы И он Умер Ааа Топливный Бак Понятно Че-то Пальма Упала Неправильно Выбрал Упреждение По горизонту И все Ну и Победа Че за Идиотские Бои на Лорейне Бой Продлился 5 минут За 5 минут Мы просто Победили Они ни разу У нас Точку Не взяли Ну и Прикол Ладно Пойдем В следующий Бой Неплохо Так-то Два фрага Две помощи Сойдет Ну что Один бой Тебе было Приятно Ты уже Достаточно Насладился Этой игрой Получай 100 очков Возрождения И иди Воевать С ТО 55 Опять И Прочими Прелестями Жизни Ну кстати По-моему АМ1 Это не 8.7 А 8.3 Возможно Для меня Это правда Совершенно Ну Не новость В лучшую сторону Знаете Вообще Плевать Как-то Надеюсь Этот бой Мы быстренько Сыграем И Я просто Отправлюсь Отдыхать В ангар Потому что Что-то мне Подсказывает Я Планирую Очень нагло Сейчас въехать Что я въеду И уеду Так сказать За это Но Может быть Принесет Мне какие-то Преференции Вот там Что-то Катится Когда же Я качаться Перестану Я знаю Что башни Качающиеся Но не настолько Ж А А Ого Это прикол Конечно Ого Вот это Я раздал Стиля Едут Эти Лампомпарды Все еще Ну Тут уже Углов не хватает По ним Отстреливаться Ага И Немножечко Орудия И экипаж Ладно Нормально Выехали 30 секунд Починимся Дальше пойдем Блин Разведки Дико не хватает На Лорейне Я же чувствую себя Прям легким танком Приехал на позицию И увидел Всех Всех бы разведал Сейчас всех бы убил Но вот Чет немного Не задалось с этим Блин Он на точку Уже прошмыгнул Ну тут их было Слишком много Невозможно И всех Уничтожить На удивление Жив остался Кстати при попадании В башню То есть тут Верхнюю часть Если ее подставлять Боиукладки нет Она у нас внизу Как бы мне Вшатать этого леопарда Так чтобы не сдохнуть Просто самому М Не понял Я низко взял Я низко взял Так леопарда Похоронил А там Там низина какая-то Понял Так надо чтобы Союзники тогда На точку С заходили А мы пойдем Поджимать Потому что С такой Скорострельностью Сам Бог велел Так Первый пошел Хотя ладно Это уже не первый Там еще есть Я вообще не понимаю Где он Вот это же не он Не он Там все сдохли Только что У меня осталось Все еще Три члена экипажа На удивление Правда У меня Экипаж Настолько помидорный Посмотрите на эту Скорость наведения По вертикали Вообще Они просто У меня Коллеги полумертвые Ну Зато Перезарядка От них не зависит Я что-то боюсь Что я очень плохую Позицию выбрал Для того Чтоб чиниться А это Мардер был Его покарали Вон откуда Мне справа Дали Сейчас попробуем Что-нибудь С ним сообразить Опять мы уже Троих убили Все Беру свои слова Назад про Лоррейна Просто первые бои Были какие-то Совсем заколдованные И в целом На нем играется Ну Не так Беззаботно Но оттого Он не становится Каким-то Неэффективным Да Сновидением С таким Конечно Мы Явно Никак Не победим Там справа Кто-то стоит Может он Наверху Ну А я Интересно Ради Вот это Вот сделаю И в общем-то И все Потому что Мне уже все По поводу Лорины Понятно И игра На нем Прикольная Не банальная На Заряжающий На Минус Да Урон Сто миллиметровки В принципе Сойдет Не каморник Конечно Но Очень достойно Хотя Опять же Каморником Вопросов Больше А здесь Стабильно Он просто Нормальный Смотри Че Только бы Успеть Опа Вот оно Вот тот Самый Геймплей Про который Я говорил Нужно Просочиться Сквозь всех Врагов Выйти В борт И как Начается Скорострельность Вот этой Вот Раскидывать Просто Всех Передо мной Где-то Есть Поехали Дальше Этого Минус БМП А Она на нас Даже не смотрит Я уже в грязи Вывалился Как просто В чужое Против хищника Что Не надо Так Давай умирай Семерых Что я творю Вообще На этой карте Я уничтожил Они Все эти Устодрочерские Позиции Объехал Ну и давай Умрем уже Пора Бам Не умерли Вау, восьмой И кончилась БК Вот это вот главная проблема Лоррейна Ты вроде, так сказать, только во вкус вошел А боекомплект ушел как бы от тебя Поэтому ядерки набивать на нем Так себе получается Я так полагаю Я вот вроде восемь фрагов сделал До ядерки еще, извини меня Надо пополнить весь БК И еще его в кого-нибудь встандалить весь, желательно Он там еще живой, интересно Вот тот последний Мне кажется, уже нет И они здесь прижаты к респу должны быть До конца Да, вон там что-то ездит Прямо на самом респауне И здесь вон что-то есть Что-то такое Это Мардер был Мы его хороним Это Визель Мы его хороним Сказал я ствол орудия сломал Что? Обидно А могла бы быть почти что ядерка на Лоррейне Ну, кривой выстрел И у меня будет бесконечная перезарядка Поэтому Тут без шансов, я полагаю Закину туда артиллерию Но это мне уже никаким образом, я полагаю, не поможет БМПХ поехала От Мардеров получать Это для них должно быть очень обидно А, она по итогу получала урона И просто взяла и убила это Я думаю, это даже не Мардер был Его вербельвин в 4 ствола Не осилил А на этой карте вообще почти можно к респауну подъехать И ничего не происходит Очень странная история И все, что ли, на этом респе? Видимо, на этом респауне все Может быть, они появятся только на другом А здесь мы их до конца дожали Но тут не без нашей помощи Девятерых Это лайка заслуживает Девятерых на Лоррейне внизу списка И я так понимаю Ни первый, ни последний раз Но тут, знаете, в чем разница? Мы попали не против Советского Союза с Т-55 АМД А против вонючих леопардов Которые, вон, ваншотятся превосходненько Ну, что на этом могу сказать? Лоррей на самом деле играбельный Зря я ныл На нем просто не так весело Против некоторых типов противников И играть внизу списка ты будешь довольно много Но, с другой стороны, ты можешь играть внизу списка Эффективность будет сильно разниться От карты к карте И от врагов Которые появляются Вот А на сегодня все Надеюсь, вам было интересно узнать о том Как себя вот этот старинный танк По сути, в нашей игре чувствует себя И увидимся завтра Всем пока-пока До новых встреч Поговорим еще о чем-нибудь таком же крутом Как и Лоррейн Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok